Глава региона с рабочей поездкой посетил Шусский район, где ознакомился с ходом строительства ряда объектов. Рабочая поездка Акима области Нуржана Нуржигитова в Шусский район началась с ознакомления с работами по укреплению сейсмоустойчивости водохранилища Тасаткель. Проектная стоимость 2,1 миллиарда тенге. Запланированная реконструкция водохранилища завершена на 45%. Глава региона отметил сложность и важность проекта, отметив, что строительство опаздывает с утвержденным графиком. Он подчеркнул, что работа необходимо завершить до конца текущего года, а при необходимости организовать рабочих две смены. В 2020 году освоили 635 миллионов тенге. За 635 миллионов тенге сделали первое – это пригрузка. Общая ширина, если условно сказать, 30 метров плюс 1 на 1 километр и высотой 3 метра. Пригрузка нам надо. Да, первая работа – пригрузка. Второе. Четыре есть сбросных каналов. Из них, которые два коллектора. Два бетонирования, два мехачиста. Х1, например, общая протяженность 1 на 1 километр полностью забетонировали. Далее Акимобласть осмотрел бывшее здание управления юстиции Шустского района. В связи с переездом управления ИЦО на двухэтажное здание сейчас пустует. Поэтому Акимобласть района предложил использовать его в качестве фельдшерско-кушельского пункта и открыть пункт участкового инспектора. Стоит отметить, что на сегодня в городе Шу работает только одна городская поликлиника. В микрорайонах Сахарный завод Итугай проживает 40% населения города. Пункт участковых инспекторов полиции на данной территории отсутствует. Принимая это во внимание, Нуржан Нуржигитов поддержал предложение и дал конкретные поручения ответственным лицам по ремонту и рациональному использованию объекта. Далее врачебная амбуласть служит 16 тысяч рублей на население. Это даст нам шаговую доступность к населению, ближе к отрастоянию, послуживание сюда будет еще ближе. Далее у нас здесь есть поселок Туга, чуть дальше, да, с их поселком. Поэтому шаговая доступность, потом плюс открытие здесь будет дальнейшим. В данном пространстве будет не надо сказать. Также Акимобласти провел совещание в специальной экономической зоне Химпарк Тарац и обсудил планируемые проекты. Посредством видеосвязи поговорил с инвесторами, выслушал их проблемы и планы. Здесь планируется реализовать 9 крупных проектов. В ходе совещания поговорили о проводимой работе. Министерством отрабатывайте быстрее. Все понятно. А объем газа какой у вас? 25 миллионов кубов, то есть небольшой. В год, да? Да, 25 миллионов кубов. Вы тех условий получили на этот объем? Получили, да. Надо ускоряться. У нас же были планы, что вы в третьем квартале 23-го года уже завершите все, запустимся. Я так понял, что и 23-й год вы даже не завершите теперь. Далее глава региона ознакомился с состоянием устаревшей консервационной системы города Шу. Здесь необходимо провести строительно-ремонтные работы. С учетом этого Акимобласти поручил уточнить и принять к сведению все обстоятельства разработки ПСД. Нуждается в ремонте издание школы-интерната имени Макаренко в городе Шу. Нуржан Нужигитов раскритиковал работу руководителя районного отдела образования и поставил конкретные задачи. Кроме того, глава региона посетил здание Шуского районного отдела полиции, где также необходим ремонт. Затем он посетил школу, построенную в 1960 году. Здесь три учебных корпуса рассчитаны всего на 100 учащихся. Жители села используют здание старой мечети в качестве спортивного зала, а два дома в качестве учебного здания. Школа, построенная из саманового кирпича, ремонту уже не подлежит. Теперь за 15 дней будет определен подрядчик, строительные работы будут начаты в ближайшее время. В ходе визита Нуржан Нужигитов посетил среднюю школу имени Аль-Фараби. Несмотря на то, что строительство школы, рассчитанное на 300 мест, завершено на 70%, работа здесь простаивает уже несколько месяцев. По документам, школа должна быть здана в эксплуатацию в августе. При этом Акимобласти предупредил ответственных специалистов, что если подрядная компания не начнет работу в течение недели, необходимо принять меры. В ходе визита Акимобласти посетил современный реабилитационный центр и дворец школьников, где было завершено строительство и установлено оборудование. Руководитель управления здравоохранения сообщил, что в скором времени реабилитационный центр будет введен в эксплуатацию. К работе будут привлечены 20 специалистов. Также глава региона посетил дворец школьников, который пока не полностью оборудован. Планируется, что в этом году введенному в эксплуатацию зданий будет 6 кружков, посещать смогут его 300 ребят. По словам директора учреждения, во дворце школьников можно открыть и 50 кружков, и охватить более 1000 учащихся. Вопрос выделения средств. Ильдар Кзятульна, Зарабайтимир, Жамбл Ньюс.